На сходах граждан, личных приемах, по телефону горячей линии главе района поступают десятки обращений от славянцев с просьбой помочь в решении того или иного вопроса. По некоторым обращениям Роман Сенеговский выезжает лично, чтобы на месте разобраться в ситуации. Жители одного из самых отдаленных населенных пунктов нашего района, поселка Чуево, обратились в поселковую администрацию, а потом и в районную, с просьбой помочь отремонтировать канализационный коллектор, который проходит недалеко от населенного пункта. Труба 60-го года постройки все чаще стала протекать. Источные воды подтапливают близлежащей территории. Чтобы изучить ситуацию и принять правильное решение по данной проблеме, Роман Сенеговский вместе со своим заместителем по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, главой Ачуевского сельского поселения, а также со специалистами природнадзора, выехали на место прорыва трубы. Где-то получается стоки идут в эти очистные. А не очистные, это приемная камера. Приемная камера. Это стоки со всего поселка. Диаметр трубы какой? Трехсотка. Трехсотка. Это она металлическая или асбестовая? Асбестовая. Асбестовая труба. Попадают стоки в эту камеру. Да. Дальше что? И дальше идут на поля фильтрации. А в камере что они делают? Просто их осаждается и уходит на поля фильтрации. А, и все, да? То есть это первый отстойник? Да. И потом на поля фильтрации. И сейчас проблема в чем? Забита была? Да, она забита. И вся труба уже все гнила. И она сколько лет, Романович. По итогам обсуждения возникшей проблемы, было принято решение на данный момент канализационный коллектор почистить и отремонтировать. А в перспективе произвести замену одного километра старой трубы на новую. Сейчас готовится вся необходимая проектная документация. Подыскиваются подрядчики и финансовые средства на проведение работ. Что касается аварии, то, как сообщила нам глава Ачуевского сельского поселения Елена Телиньга, ремонтные работы уже завершены. Прорыв устранен. Анна Монастыренко, Александр Косицын. Программа «События».